В этом году в Самаре перекладывают рекордное количество теплосетей, но это не повлияет на старт отопительного сезона. Один из самых сложных объектов участок от Дачной до Владимирской. Здесь находятся 12 домов. Технологии, по которым работает подрядчик, активно применяют в Москве и Санкт-Петербурге. В изоляцию труб монтированы провода, которые при намокании передают сигнал о порыве. Это значит, что специалисты гораздо быстрее смогут найти место аварии, им не придется выкапывать всю трубу. Система позволяет работать с погрешностью в 1-2 метра. Применяем современные трубопроводы в ППУ-изоляции, которые помимо обычной изоляции пенополиуретанов, еще имеют защитную полиэтиленовую оболочку, что увеличивает срок службы самого трубопровода и имеет возможность подключать и дистанционно передавать сигнал, если вдруг происходит намокание тепловой изоляции. Подрядчик от графика не отстает. Ежедневно здесь трудятся 24 человека. Тепло в дома должно поступить до 5 октября, но специалисты стараются справиться с задачей раньше. Здесь у нас 1100 метров, из них 280 новая трасса надо выносить, но на пуст тепла это не будет влиять. Мы сейчас 60% собрана монтажная схема, врезана 74-2 ввода, там еще один ввод они врезают его до 28-го числа. Потом у нас врезается до 1-го числа еще один дом, это вот рядышком 72-й дом. Ну и как мы говорили, 1-го края 2-го числа будут врезаны все дома по схеме, где мы собираем трубы. Местные жители относятся к ремонтным работам с пониманием. Нормально все, понимаете. Я первый раз вижу даже такие трубы, понимаете. Вообще отличная работа у них. Молодцы ребята. Прямо честное слово говорю. По состоянию на утро понедельника тепло поступает в 100% объектов здравоохранения с круглосуточным пребыванием, в 88% учреждения опеки и попечительства, в 87% детских садов и в 36% школ. Готовность многоквартирных домов к подаче тепла 100%. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.